Всем привет! Добро пожаловать в чайник злобного суслика. У нас продолжение литературы Тейвата, дневник Роальда, искателя приключений. Том 2. Он посвящен деревне Цинце. Я направляюсь вниз по реке от драконьего хребта, иду по поросшим камышам отмелям, пересекаю заслоняющее солнце бамбуковые рощи и, наконец, добираюсь до горы Цинце. Туфли мои промокли, одежда тоже наполовину сырая, хотя я и вымок до нитки под проливным дождем. К счастью, живущие в горах старейшины очень были добры ко мне и позволили высушить одежду в зале собраний. К тому же они дали мне новую одежду и провиант. В деревне Цинце много детей, они довольно милые, но порой с ними трудно. Много здесь и стариков, и все местные живут беззаботно и в достатке. Старшие говорят, что большая часть молодежи уходит работать в гавань Льюэ. И очень многие уже сели в городе и завелись семьей, хотя не забывают каждый месяц послать деньги в деревню. Вкусив жизни в процветающем и удобном городе, младшие, вероятно, больше не вернутся сюда жить. Гавань Льюэ подарила Цинце мир и богатство, но в то же время обрекла деревню на медленное увядание. По легенде, слово Цинце происходит от имени древнего чудовища Чи. Следовательно, так это звучит на современном языке. Но в древние времена люди, жившие в районе Льюэ, произносили это имя как Цинце. Старейшины говорят, что тысячи лет назад Моракс победил вредившего Льюэ монстра Чи. И тело Чи после смерти превратилось в камень, кровь превратилась в воду, Чуя стала паями, а бывшее логово Чи стало горой Цинце. Но после небольшого исследования я выяснил, что этот горный район появился по большей части из-за ударов извне и разрушения крупных скал. Никаких же следов проживания здесь гидромонстра не было. Возможно, настоящее тело Чи давно уже истлело, а история про то, что его тело превратилось в горы, лишь древняя легенда. Дальше я направляюсь взглянуть на то озеро, что находится в каменном лесу в заоблышном пределе. В Льюэ поговаривают, будто там есть лабиринт, а в этом лабиринте живут адепты. Надеюсь, мне повезет их увидеть. Вот такой второй томик дневника Рольда, посвященный Цинце. В принципе, кто проходил квестик Секрет Чи, уже знаком с большей этой частью. Но и здесь есть несколько деталей. Например, про старый язык, современный язык. Но, к сожалению, в плане того, что мы читаем это на русском языке и по-русски, думаю, здесь какая-то есть игра слов наверняка на китайском или иероглифы похожие. Ну, а мы просто доверимся локализаторам на слово, так сказать. Ладно, с этим домиком все. Увидимся с вами в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok